МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Индир Сайфулина основной обзор тем. Огромный ущерб в Бадлинском районе из-за заморозков погибли посевы. Погибло и повреждено посевов на 6596 гектаров. С газом комфортнее. Голубое топливо пришло в дом семьи Абзолединовых. Года два мы его отопливали на электричестве. У нас все было электрическое. Посвятили памяти ветерана. Легкоатлетический марафон собрал спортсменов разных возрастов. Три года подряд занимаю первые места. Майские заморозки нанесли ущерб на 19 миллионов рублей хозяйствам Баблинского района. Из-за холодной погоды погибли и повреждены посевы на полях. Подробности в нашем материале. Ущерб, нанесенный полян Баблинского района, исчисляется миллионами рублей. Специальная комиссия в сопровождении начальника сельхозуправления Альберта Талипова выехала на поля хозяйств района. Провела повторный осмотр площадей, пострадавших от весенних заморозков. В связи с сильными заморозками погибло и повреждено посевов на 6596 гектаров. Из них ячмень 2886 гектаров, а зима и пшеница 200 гектаров. Овес 370 гектаров, лен 700 гектаров, подсолнечник 800 гектаров, однолетние травы и кормосмесь 340 гектаров. Горщица 500 гектаров, рапс 800 гектаров. Затраты на 1 гектар посевов оцениваются в среднем размере 3000 рублей. Общая сумма составляет 19 миллионов 788 тысяч рублей. Такого похолодания в мае не наблюдалось несколько десятилетий. Как отмечают специалисты, спасение поврежденных посевов обходится дорого. Повторное проведение посевных работ – дело затратное. 8 мая во многих районах республики, да и у нас во всех хозяйствах, ночью похолодало до 8-10 градусов мороза. Из зерновых наиболее пострадавшая культура ячмень. Пострадали даже горчицы и рапс. Вот только один лист из 3-4 листов оказался незамерзшим, и то наполовину только. И влаги нет. Подкормка необходима, но и у хозяйств таких средств нет. Получение низкого урожая при больших затратах не является ретабельным ни для одного из хозяйств. Реанимировать посевы уже невозможно. Если не пересеять, то хорошее урожае с этих полей аграрии получить уже не смогут. Индира Сайфулина, Булат Минязов, Берты. Приезжать в дачный домик теперь одно удовольствие. Так говорит большая семья Айдара и Елены Абзолединовых из Бавлов. После того, как в декабре прошлого года в рамках программы догозификации в их дом бесплатно провели газ. Они здесь начали проводить побольше времени. Наша съемочная группа узнавала, как меняется быт после подключения к голубому топливу. Мы готовили на электричестве. А сейчас у нас есть варочная панель, на которой мы готовим все, что хотим. Елена Абзолединова очень рада тому, что в дачном доме появился газ. Семья Абзолединовых большая, пятеро детей и приходится постоянно готовить. С появлением голубого топлива хозяйка чаще радует близких и вкусной выпечкой. Дачный дом на своем участке супруги начали возводить еще в 2015 году, а достроили около трех лет назад. Почти все это время пришлось его обогревать электричеством. Как Агдайдар узнал, что соседи проводят газ в рамках программы догозификации, решил тоже подать заявку. Года два мы его отапливали на электричестве. У нас все было электрическое. Сколько бы мы ни говорили о взаимозаменяемой энергии, о солнечном панели и прочее, это все дорогое. И тем более электричество дорогое. А когда уже мы дом запустили в промышленное проживание, где мы могли ночевать и все-таки готовить, кушать, то тогда мы поняли, что по отоплению и по электричеству у нас очень дорого выходит. Где-то порядка даже зимний период мы заплатили в 13 тысяч рублей. После того, как нам привели газ, после того, как все это оформили, у нас, получается, отопление стало в 4 раза дешевле. То есть я последний сезон, зимний период, заплатил 2500 рублей. Это максимум. То есть мы топили здесь очень хорошо. Глава семейства несколько лет занимается пчеловодством. И дачный домик почти никогда не пустует. Абзолединовый любит здесь проводить время и заниматься своим небольшим хозяйством. Как признается Айдар, большой семье жить при газе стало намного комфортнее. Естественно, мы можем приготовить еду, мы можем поставить чай, пить чай. И даже мы отапливаемся с помощью газа. Это уже у нас здесь полноценный комфортный дом, в котором мы спокойно можем пребывать со всей семьей, не переживая, что в какой-то момент у нас там отключится электричество, и мы здесь, как замерзнем, придется отсюда уезжать. В догазификации участие может принять любой житель Татарстана, отвечающий критериям программы, и подключиться к голубому топливу. Айгуль Хсенова, Айгуль Дятулина, Булат Минязов, БРТ. В Бавлах открыли мемориальную доску в честь земляка-офицера, погибшего в СВО, Сергея Черемухина. На мероприятии присутствовали родные и близкие военного. Его мама, брат, супруга и дочь, а также руководство района. Уроженец Бавлинского района, ученик школы номер 6 Сергей Черемухин, с детства мечтал стать военным. Ему было 27 лет, когда он погиб в зоне СВО, защищая нашу страну. Сегодня в преддверии Великого праздника Дня Победы в нашем городе очень важное событие – открытие памятной доски в честь погибшего при исполнении служебного долга лейтенанта Черемухина Сергея Николаевича, нашего земляка. Он также, как наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, проявил беспримерную стойкость, доблесть и, не жалея своей жизни, защищал нашу страну. Несмотря на молодой возраст, офицер с честью защищал свою родину. Парень молодой, очень молодой, прожил, может быть, не такую долгую жизнь, но жизнь, которая для многих наших ребят, для наших детей, будет примером. Мама погибшего офицера обратилась к молодежи. Школьникам я хочу пожелать найти свое призвание, прожить долгую, счастливую, успешную жизнь, чтобы реализоваться в том, что вы найдете, выберете в своей деятельности. Ну а всем нам мира, здоровья, благополучия. Для жителей Бавлинского района Сергей Черемухин является гордостью, примером отваги, мужества и героизма. Евгения Ливанова, БРТ. В Бавлинском районе состоялся легкоатлетический марафон, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны и, в частности, уроженца района Василия Романовича Матвеева, чемпиона мира по легкой атлетике среди ветеранов. Старт марафона был дан в селе Удмуртские Ташлы. Перед началом марафона для спортсменов, гостей, пробега и жителей села состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы. Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Где к собравшимся обратились заместитель главы Бавлинского района по социальным вопросам Эльмира Хуснулина и глава Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Николай Еремеев. Участники кросса соревновались в четырех, восьми, четырех, двух и однокилометровых дистанциях, соответствующих возрастам участников. Сегодня проводим традиционный пробег в память о ветеранах Великой Отечественной войны, также в память нашего заслуженного ветерана спорта Василия Романовича Матвеева. Пробег проводится ежегодно, традиционно. Всем желаем такой конкурентной борьбы, чтобы получили положительные эмоции, без травм пробежались на данном этапе. Финишировали бегуны в селе Алексеевка, где также прошел митинг с возложением цветов к обелиску павшим воинам. В этом году марафон проводится уже в 28-й раз. Среди спортсменов, изъявивших желание участвовать в пробеге, были не только бавлинцы. Посоревноваться за победу приехали также жители Туимазов и Бугульмы. Я занимаюсь лёгкой атлетикой с пяти лет, всего я занимаюсь пять лет. Я три года подряд бегаю и три года подряд занимаю первые места. А у тебя есть какой-то секрет успеха? Вот как у тебя получается первые места? Нет, главное мотивация. Участников, занявших призовые места, наградили грамотами, медалями и ценными подарками. Отдельно организаторы наградили самых юных и самых возрастных участников пробега. Мария Кандаурова была от меня за ВБРТ. Граждане Бавлинского района, которым не безразлична судьба своей страны, родины, могут поступить на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Военный комиссар города Бавлы, Бавлинского и Ютазинского районов Татарстана, разъясняет детали поступления и прохождения военной службы по контракту. На данный момент, на сегодняшний день, на какой срок можно заключить контракт на службу в вооруженных силах? Контракт можно заключить на различные сроки. Первый срок – это на 11 месяцев заключается контракт. Но при заключении данного контракта не выплачивается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Далее, следующий контракт – это на год, на три года и на пять лет. При заключении длительных контрактов, это от года и больше, уже выплачивается единовременное пособие в размере 195 тысяч рублей только при заключении контракта. То есть выгоднее чисто материально заключать контракт на долгие сроки. От чего зависит денежное содержание военнослужащего по контракту? Ну, в первую очередь, денежное содержание зависит от должности, на которую будет предназначен данный военнослужащий. От места, которое он выберет службу, то есть военнослужащий по контракту, заключая контракт, и при беседе, когда он будет, мы беседуем, пункт отбора на военнослужащий по контракту военного комиссариата республики, который в Казани находится, ему предлагают определенные места. Он выбирает сам, куда он может пойти служить или хочет, какие войска, какой город, какая местность. Он выбирает сам. И у нас в вооруженных силах действует надбавки по зарплате, то есть от местности, где проходит военную службу. То есть есть уральские так называемые, есть полярка, полярка, то есть эти деньги выплачиваются. У нас ребята пошли на контрактную службу в Мурманскую область, поехали в арктическую бригаду. Там год за два выслуга идет, зарплата, естественно, выше. Также за Уралом, на Дальний Восток, зарплаты выше. В зависимости, ну так же, как и у гражданских людей, все зависит от климатических условий, где они проходят военную службу. Также очень большое влияние на заработную плату, на денежное удовольствие, которое получает военнослужащий по контракту, влияет участие в специальной военной операции. В зоне специальной военной операции также военнослужащий заключает контракт, и даже не находясь в зоне специальной военной операции, 195 тысяч он получает подъемные. Как единовременное выплату, можно их называть подъемными. Ну, там подъемные другие деньги выплачиваются. Вот 195 тысяч выплачивается независимо от того, попал в зону СУВО или не попал военнослужащий. Но в зоне СУВО заработное денежное удовольствие военнослужащий начинается уже от 204 тысяч рублей. Это рядовой стрелок, минимальная зарплата 204 тысячи рублей. Водитель уже получает 216 тысяч рублей, заместитель командира свода 240 тысяч рублей. В месяц это заработная плата, которая в зоне специальной военной операции. Причем, что из этих денег 158 тысяч не обкладывается ни налогами, это выплаты за участие в зоне СУВО. В Бавленской центральной детской библиотеке провели патриотическое мероприятие «Читаем детям о войне». Ребята из школы номер 6 города Бавлы изучили произведение на военную тему и высказали свое мнение о военных действиях. Акция эта приурочена к празднованию Дня Победы. 9 мая – это День Победы, это праздник со слезами на глазах. И с этого памятного дня прошло уже 78 лет. Встреча со школьниками прошла в рамках международной акции «Читаем детям о войне». Сотрудники библиотеки Татьяна Коннова и Альфия Ахатова зачитали школьникам отрывки из известных произведений на военную тематику. «Говорят, есть врачи, которые лечат от заитаяния. Я нашла бы такого. Мы, Василия Островские девчонки, как хочешь найдем. Но теперь врачу жену нужен. Она осталась там. Моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, а дорога жизни не помогала ей. Ее убили фашисты». Ребят познакомили с произведениями таких авторов, как Александр Твардовский, Сергей Михалков, Константин Симонов, Константин Паустовский, Аркадий Гайдар и других. Трогательным моментом для ребят был просмотр видеоролика «О той весне», в котором дети исполняли песню в память о своих дедах, воевавших в Великой Отечественной войне. Несмотря на юный возраст, ребята понимают, что война приносит боль и страдания. Что для вас война? Что такое война? Как вы понимаете? Смерть. Вороните. Уже волосы. В завершении мероприятия школьники написали пожелания и слова поддержки нашим бойцам на бумажных белых голубях. Птицы свободы украсили специальную стену библиотеки. Евгения Ливанова, БРТ. На сегодня это все новости. Впереди вас ждет прогноз погоды на следующую неделю и выпуск на татарском языке. Больше новостей вы найдете на нашем сайте Баблоинформ и на нашем канале в Ютубе. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте. О погоде на следующую неделю расскажу сегодня я, Виктория Кудля. По прогнозам синоптика, температура воздуха днем будет держаться на отметке от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ночью от плюс 4 до плюс 9 градусов. В понедельник, 15 мая, ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит от 2 до 4 метров в секунду. Желаю вам хорошей недели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Комиссия Субтитры сделал DimaTorzok Комиссия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д Great flipped DimaTorzok ДimaTorzok Секина Салихова Хансуэр олында 50 илдан артик еши, ион Афапт зулуге Бекшат. Оул фельдшерның заманчешотларда ишли ешеген кузалдына китреп сиюне ол. Секина Салихова Хансуэр 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 ол. Могиновыны шешек тулы теплицеларында Оллы-гүллі шешеклерге сұклонмай мемкен тугыл. Элбетті элеги матурлыкны былдыру үшен Хужалар тарафыннан зур хизмет койлған. Индир Сайфулина Булат Минхажев, Баулы телевинеси. Баулының алтын шеш болалар бақшасында 30 елға яқын инді Татархалық музея шлеп келе. Музей болаларыны миллирухта тербиле үшінде зур ердемші бұлып тұра. Татархалық музея болаларыны Татархалықның мәдениеті тарихы білен тоныштыру мақсатында дайымет ұлыландырылып тұра. Бұйыллар ішінде бері де көп күне экспонатлар бұрлықа келген. Бері де соқланушы самаварлар, йопмалар, шетеклер ғамбошқа түрлі экспонатлар Татархалықы тұрмыш күн күрішін тос верлый. Музейді соқланатырған бұрынғы тарих әйбірлеріні сауылар тұтып қори ғам тәрбиешілерден оларның тарихлары тұрында ішіте ола. Мелі мәдениетлер, ғамғыр үфгадетлер елі қысаларында біз мәктеп кәзірлік түркімі балалары білен біз экспонатлар деп ісіміленген проект болдырдық. Проект бар үшінде балалар экспонатрулын башқарып, бұрылық түркім балалары үшін музейді экскурсия өткерділер. Музей болаларының білемін кеңайтырге, татар қолқының тарихы білен қызықсынырға она тілінді сүйлемні өстірерге мүмкінлік берен. Құрметлі телевизор қораушылар, бұл сізге жеткересі сұнғы мәрлумәті бізейді. Мен сізнің білен сау боллашам. Иқтейбарағыз үшін зұр рәхмәт. Өзігізіні ғамі ұқынларығызына сақлағыз. Мы разны, но вместе мы силы. Вместе мы защитим нашу родину. Внимание нефтепроводы! По территории Бавлинского района Республики Татарстан, Северного района Оренбургской области проходят магистральные нефтепроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной опасности. Трасса нефтепровода обозначена опознавательными и предупредительными знаками. Охранная зона нефтепроводов составляет 25 метров с каждой стороны. В этой связи филиал АО «Транснефтприволга» Бугурсланское районное нефтепроводное управление напоминает всем руководителям предприятиям. Христианский хозяйств, фермерам, общественным организациям и гражданам, что в пределах охраны зоны нефтепровода запрещено. Возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, содержать скот, сооружать переезды через трассу нефтепроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды, перемещать, засыпать, ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты, ограждения и другие объекты магистральных трубопроводов, устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня, производить строительные, монтажные, земляные и взрывные работы, геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие засекательные работы, связанные с устройством шурфов, скважин, траншей. За совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также возмещение материального ущерба лицам, виновным повреждением объектов магистральных трубопроводов. Самовольные постройки, возведенные в охранных зонах, подлежат сносу за счет лиц, осуществляющих данные постройки. При обнаружении следов нефти, оголенного нефтепровода или кабеля просьба сообщить по телефону 8-353-52-6-52-24. 8-353-52-6-52-24. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Ах ты паршивец я-таки! Сегодня в ад разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Где-то море... Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.